Спроси меня полгода назад, буду ли я снимать подобный ролик, я скажу, купи Ardor Gaming. Задай мне тот же самый вопрос, сегодня я отвечу, очнитесь. Здравствуйте, я FizzPack, тот самый человек, который самый первый восхвалял публично логотипчик новой ZXT-мордашкой в своем телеграм-канале, искренне радовался ребранит Guzet Gaming в Ardor Gaming, снял в общей сложности 4 ролика про эту компанию, и даже что-то смог изменить, например, наклеечки. Может сложиться впечатление, что я прям ну лютая фанатка Ardor, и я рад был бы ей быть, но правда в том, что с каждым новым девайсом ситуация становится все хуже и хуже. На сегодняшний день у этой компании есть куча проблем, о которых почему-то все молчат, и поймите меня правильно, у меня нету никакой цели оболгать компанию или снизить ей продажи, буквально название, что не так с Ardor Gaming отражает суть данного ролика. Донести до моей аудитории, фанатов Ardor и до самой компании, что, черт возьми, есть минусы, исправление которых сделает лучше для всех нас. Надеюсь, вы уже взяли ручку и тетрадку, потому что сегодня у нас будет EG по Ardor Gaming. Извините, но придется начать с духоты, которую, скорее всего, все знают, но не все. Ardor Gaming это не новая компания, и она не упала с неба. Это ребрендинг старой компании ZGaming. Справедливости ради, обязан подметить, что самый первый человек, который начал замечать эту компанию, на русском ютубе, это был Майнвлад. Тогда над ним смеялись, типа, чего покупать какую-то ноунейм компанию в DNS, я лучше пойду на Алиэкспресс, куплю себе АКО. А, собственно, в чем он был неправ? Бюджетно пойти, купить здесь и сейчас. Сюрприз, сюрприз, не все хотят ждать доставку и лишаться гарантии. Появление хоть чего-то в России, за что ты не отдашь почку, за приемлемое качество, уже было хорошим сигналом. Но, насколько вы знаете, что ZGaming, что Ardor это дочерние компании DNS, то есть DNS их создатель. То ли DNS не видели перспектив развития геймерского направления, то ли боялись экспериментировать, непонятно. Но с ZGaming выходило не так много новых интересных моделей, как сейчас с Ardor. Соответственно, хайпа, обсуждения и мемов, купи ZGaming, сука, не было. И, соответственно, не было так много продаж, как сейчас. И тут уже тоже мы можем только догадываться, что произошло. Либо из-за политической ситуации в мире и ассоциации людей с буквой Z, либо просто из-за переосмысления вообще, как двигаться дальше, они сделали ребрендинг. Сначала появился логотипчик, потом появился сайтик, а потом появилась прям полноценная компания, отдельная страница в DNS. И девайсы с буквой Z продавали чуть ли не на 50% дешевле, просто чтобы избавиться от складских вот этих вот ненужных девайсов. И буквально была такая ситуация, где два девайса, только с логотипом Ardor и ZGaming, а разница в цене была в два раза. Молодцы те, кто купили старый логотипчик в два раза дешевле, но мы теперь имеем дело с новой компанией Ardor Gaming. Начиналось сегодня прям очень хорошо для компании, которая продается здесь и сейчас на российском рынке. Прямо с ходу новых покупателей они привлекли хайпом вокруг вот этого логотипчика, ребрендинга, то, что старые девайсы продаются дешевле, новые с новым логотипом, но люди же не побегут покупать просто за XT-морду. Выгоднее купить те же самые девайсы, только от Z-ов дешевле. Как с логотипом они попали в точку с хайпом, так и с новыми девайсами они также угадали, что нужно аудитории. Мышка ульта, да, это китайский уемник, об этом поговорим позже, но на российском рынке ничего подобного с хот-свапом на мышке не было. Клавиатура-патрон, необычный форм-фактор, прозрачно, и самый жирнючий комплект, который опять же русские покупатели никогда не видели, Клавиатура Гвардиан до сих пор, наверное, лучшее решение для людей, которым нужен нумпад, но при этом которые хотят покомпактнее, тут все вынесено на верх нумпада. Ну и мышка Фантом и Фантом Про стала даже уже некой классикой в ДНС, чтобы купить топовым сенсором без провод. Дальше перечислять не буду, главное понять логику, что первые девайсы выходили с какими-то фишками, так при этом оно еще и не было дороже Алиэкспресса, это было реально выгодно и необычно. Начала формироваться фанбаза и лютых фанатиков. Купи Ордор, купи Ордор, сука. Ордор, Ордор, не покупай, расширь свой кругозор. Ордор, 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 заработаешься, не бери ферму, Ордор. С этого момента начинается основная суть ролика, что не так с Ордор Гейминг. И начать я хочу с ОЕМ Девайсов. Эту тему я уже поднимал у себя в роликах, но обязан напомнить, чтобы была цельная картина. Есть, значит, некая китайская компания, которая создала девайс. После этого она его выставляет на ОЕМ продажу. Такие компании, как Ордор и Справедливости ради, не только они, все практически этим занимаются. Приходят к такому китайцу и говорят. Oh yes, very good, я хочу клеить свой логотип на твой продукт. В ОЕМниках нету ничего плохого. В компании, которая клеит свои логотипы на китайские девайсы, нету ничего плохого. Но Ордоры даже не пытаются сделать что-то свое. Потому что помимо ОЕМ Девайсов, где полностью китайцы все делают, а ты просто клеишь логотип. Существует такое понятие, как ОДМ. Это когда ты полностью создаешь девайс от и до, и отдаешь ее на создание китайцам. Ну, грубо говоря, чтобы не строить там станки, заводы, мощностя, в любом случае у них получится дешевле. Ведь открою тайну, ни один из девайсов не создается внутри России. Все как бы у китайцев. А там уже есть два пути, либо ОЕМ, либо ОДМ. Так в чем главная проблема? ОЕМники это тупо дешевле. Это тупо проще. Это тупо выгоднее. Ордоры, делая исключительно ОЕМники, даже не пытаясь создать ОДМ, своим видом показывают, что нам насрать на вас, покупатели. Мы не хотим делать что-то интересное, превзносить в этот мир что-то созидательное. Мы просто зарабатываем бабло. И вы сейчас справедливо возразите, Физпек, ты что, серьезно докопался до душевности компании, что она деньги зарабатывает? Не в этом дело. Что бы вы ни посчитали мне ангажированным, не буду приводить пример ни одну компанию. Потому что практически все попытались сделать что-то свое. Но Ордору просто насрать, они зарабатывают деньги. И в этом глобально нету никаких минусов. Типа да, но мы же все равно покупаем девайсы, здесь и сейчас дешево. И какая нам, покупателям, разница ОЕМ, ОДМ, если девайс хороший? После того, как Ордоры выпустили свои первые хорошие ОЕМники с классным комплектом за маленькую цену и начали люто хайповать, настало время тупо зарабатывать бабки. Контроль качества ОЕМников и новых девайсов полностью отсутствует. Сейчас кратко буду пробегаться по новым девайсам без подробностей, потому что ролик не резиновый. Но, думаю, суть вы уловите. Начнем с наушников. Вышло две новых модели. Парадайз, Альтар. Вопрос, зачем они нужны, когда есть Ордор Гейминг Эйдж с более лучшим качеством звука. Ответ, это бладеподобный говнодизайн для школьников и наклеечки в комплекте. Пиплс Хавайт. Ну, двое этих наушников не должны вообще выходить были, пока существуют Эйджи. Одно радует количество отзывов и самооценка говорит о том, что их не особо и покупают. Чего не скажешь про наушники Ордор Гейминг Тэмпл. 300 отзывов. Оценка 4. Люди покупают и разочаровываются. Тут хотелось бы сказать, а я же говорил в своем ролике, что это дерьмо ебаное. Но, к сожалению, я не всевластен. Люди насмотрятся обзоров от продажных блогеров и идут покупать это дерьмище. Но тему рекламы мы затронем чуть попозже, пока переходим к клавиатурам. Ордор Гейминг Подфайнер. 4600 рублей, когда существует Red Square Car XTKL. Гремящий стаб, без смазки, переключатели тоже без смазки, песочет, звенят. Я не знаю, как это можно выпускать в 2023 году, когда столько конкурентов. Ордор Гейминг Варлок. Те же самые проблемы, только в два раза дороже. В чем-то, конечно же, лучше, но в целом это нельзя назвать хорошим вариантом, как вот первые девайсы. Ордор Гейминг Катана. От версии к версии меняется качество. На моей белой все окей, а на черной у нас на кейкапах есть какие-то шершавости. И она более гремящая. Клавиатура Spirit сама-то по себе неплохая по качеству, но вот сама идея делать прозрачную клавиатуру с скользкими кейкапами уже автоматически руина. Этот уемник больше нужен для того, чтобы продемонстрировать вам, как вот Ордоры хватаются за любой необычный девайс, лишь бы его схавали и купили. Насчет мышек просто забавная ситуация. Мне не нужно приводить какой-то пример конкретно плохого девайса нового. Вам достаточно понимать вот такую вот вещь. После того, как вышла хорошая мышка Ордор Фантом Про, следующая мышка, которая стала лучше, это та же самая мыша, только с приставкой V2 в названии. То есть обновленная. Это тоже показательный момент, чтобы показать, что нету никакого прогресса, есть только обновление уже хороших мышек. А сейчас поймите меня правильно, я не говорю о том, что все новое плохое. Например, опять же, Фантом Про V2, хорошая мышка, клавиатура Рэббит тоже окей. Но сейчас в процентном соотношении выходит больше половины шлака, чем хороших девайсов. И самая главная проблема Ордор Гейминга сейчас, то что они берут китайские уемники, переклеивают просто логотип и нету никакого контроля качества. Просто пальцем в небо тыкают на девайс, а вдруг зайдет. Что-то, конечно, заходит, а что-то Ордор Гейминг Темпл. Далее хочу поговорить про рекламу, но я обязан уточнить то, что в самих высыланиях, девайсах, бартере, обзоре для начинающих блогеров за сам девайс, я не вижу ничего плохого. Начинающие блогеры на то и начинающих, к ним и рекламодатели не приходят, и взять девайс на обзор это ок для контента для развития. Но у меня вопросики, зачем врать те же Темплы, наушники, больше 200 тысяч просмотров, если взять общее количество всех блогеров, которые сняли обзор. Вот они, собственно, 300 отзывов, и сколько людей на самом деле купило, мы знать не можем, но, как вы понимаете, очень много. Как у вас там дела, с совестью все нормально, за шейки ли продавать такое дерьмище? Просто дело в том, что, ну, если не сделаешь положительный обзор, больше ничего не вышлют, эксклюзивчик потеряешь, а просмотры не соберешь. Поэтому ты подписываешь сделку со своей же совестью и рекламируешь этот шлак. Если меня каким-то образом представители Ардор Гейминг услышат, как-никак с наклейками, я смог достучаться, чтобы начали делать просто за их стимордашку без надписи. Оно реально того стоило? Попытаться продать один девайс ради испорченной репутации? Просто поймите, с каждой такой историей, как с Ардор Темпл, где откровенный шлак пытаются продать под соусом лучших за 3600 наушников, которые, кстати, стоят уже 4000, таких людей, как я, будет становиться все больше и больше людей, которые начали сомневаться в божественности Ардор Гейминга. Я не знаю, что важнее, продажа одного девайса или репутация, но, как по мне, с Темплами произошел конкретный обсер, высылая их всем подряд. Следующая тема тоже косвенно связана с агрессивной рекламой, но немножечко другое. Это монополизм Ардор Гейминга. Напоминаю, Ардор Гейминг — это компания ДНС. Что это значит? Ардор Гейминг не платит за перевозку своих товаров, за размещение на полках, размещение на главных страниц на сайте ДНС. Они за это не платят, потому что это и есть деньги ДНС. Соответственно, при размещении двух одинаковых компаний, которые купили одинаковый уемник у одинакого китайца, у Ардор Гейминг будет преимущество, потому что они не платят за вот эти вот все издержки. Соответственно, цена на Ардор Гейминг при одинаковых условиях всегда будет ниже. И вы скажете, круто, покупаем Ардор Гейминг! Вам вообще стоит объяснять, что произойдет, когда всех конкурентов вытеснят? Может быть, мне уроки экономики тут провести? Что такое монополизм рассказать? Я думаю, и так все понимают. Спойлер, цена станет выше. И вот вам парочку примеров, где после выхода девайсов на фармешке отзывов и обзоров от блогеров цена вырастала. Еще один пример такого монополизма и продавливания именно своего товара, а не конкурентов, наблюдается в рекламе от самого ДНС. Заходя на главную страницу, сразу же после ДЭкспа ты видишь Ардор Гейминг. Когда ты захочешь найти игровую клавиатуру, тебе самой кричащей плашкой скажут «Купи Ардор». Когда ты захочешь купить себе игровую мышку, тебе также напомнят «Мужик, купи Ардор». Захочешь купить игровые наушники, зачем ты челюдь смотришь на другие компании? Купи, сука, Ардор! Мне стоит продолжать, что бы ты ни вел, если это есть у Ардора, у тебя вылезет плашка, чтобы ты купил Ардор. Опять же, не подумайте, это не в 100% случаях, там иногда реальные компании располагаются, которые заказали рекламу, например, Xiaomi. Но я это вижу настолько редко, когда Ардор вижу всегда. По ощущениям, 90% эфирного времени занимает именно Ардор в рекламе на сайте. Если вы не видите в этом проблемы, мне вас искренне жаль, Ардор уже вытеснили всех конкурентов, уже при любом запросе любого девайса выходит Ардор. Уже на некоторые девайсы повышается цена только после хайпа, а новые девайсы, которые выходят, это смех, это оверпрайс говно. Но их все равно покупают, потому что агрессивная рекламная компания. Демпфинг цен, монополизм, какие еще термины вам нужно привести, чтобы вы поняли, что это, ну, страшно. По ходу ролика может сложиться впечатление, что я прям ненавижу Ардор, хотя название, опять же, и суть этого видоса, рассказать именно о минусах, что это не идеальная компания. Вы можете воспринимать это как критику для улучшения и открыть глаза фанатикам, почему она не идеальная, но явно не хейт компании. Приведу пример, что из новой продукции Ардор Гейминг реально получается хорошим. Как я уже и сказал, клавиатура Рэббит, мышка Фантом Про В2, наушники Ваульт, новый монитор Хорайзен, ПК в сборе от Ардора вообще суперский, то же самое собрать самому будет дороже, а сами сборочки достаточно сбалансированы из хороших комплектующих. Вебка неплохая, ноутбуки тоже окей, правда шумноватые немного. И, наверное, самый разъеб это столы их новые за 15 тысяч с механизмом подъема, огромный, с держателем для стакана, с держателем для наушников, реально классные столы, наверное, даже лучшие сейчас в России за пятнашку. То есть, понимаете, не все, что они выпускают новое плохое, буквально, люблю и ненавижу. У меня нету цели захейтить, у меня есть цель рассказать о минусах, чтобы, возможно, если компания прислушается, улучшить наших русских китайцев. Возвращаясь к минусам, о чем, собственно, и ролик, хочется поговорить про количество девайсов Ардор Гейминг. Я думаю, для всех очевидно, что когда ты выпускаешь очень много девайсов, будет страдать качеством, и именно это сейчас и происходит с Ардор Гейминг. У молодой компании Ардор Гейминг в ДНСе 158 позиций, а у MSI 153, хотя это такая древнейший динозавр. Насрать на MSI, берем любую компанию, у нее будет меньше позиций, чем у Ардора, новой компании. Когда ты выпускаешь девайсы каждую неделю, тебе мало одного анонса, тебе нужно в один пост объединять две абсолютно не связанные между собой клавиатуры, Варлок и Кастер. Чем они похожи? Понятно, почему у Катаны и Ваканзаши, как бы, одна и та же клавиатура, просто в разном форфакторе. Тут в чем сходство? И тут стоит Гатерон Елу, и тут стоит Гатерон Елу, и тут радиоканал, и тут радиоканал, клавиатуры одинаковые. Реально какой-то детский сад, они пытаются выпустить как можно больше и уже даже не знают, как это все преподнести, чтобы люди совсем не охерели от количества. Пытаются объединить несовместимое. Спросите, а в чем минусы? В качестве страдает качество, новые девайсы говно. Вот мне как покупателю в хуй не уперлись эти новые модели, я лучше подожду, когда какие-нибудь лохи типа Физпекта проверят, что она из себя представляет. Ардургейминг, очнитесь, скоро ваши девайсы перестанут воспринимать вашими, когда вы просто выкатываете и хрен пойми что, люди просто видят китайский девайс с вашим логотипом. Что вы в этот мир преподнесли? За икстимортажку? Спасибо, не надо, у меня уже штук 20 их дома. Я реально этим роликом надеюсь, но может быть мы рано или поздно увидим качество, например. Может быть не оемник, а что-то свое. Не? Да ладно, похер, 10 клавиатур за ночь выкатим, школьники схавают. Хочу обратиться к своей аудитории. Вы действительно хотите поддерживать рублем такую компанию? Вам действительно нужно вот этот мнимая выгодопереклеенный шильдик? Может быть лучше чуть-чуть подождать с Алиэкспресса, просто чтобы не проложать эту эпопею монополизма? Может быть стоит посмотреть на Озон, там тоже есть АК, СИД, ФЛК, мышки там, ВГН, Ламзу. С наушниками чуть сложнее, но Хабиды все так же актуальны. А если тебе нужно купить здесь и сейчас, то не Ордором мы едины. Не буду называть конкретные компании, которые продаются в России, чтобы не обвинили в рекламе. Но Ордор действительно мне в последнее время становится неприятен. Я не хочу своим рублем поддерживать и как-то медийно освещать вообще эту компанию, пока она продолжает делать то, что она делает. Пока не закончится агрессивная маркетинговая компания, как на самой странице ДНС, так и с блогерами. Пока вы будете продолжать клепать только уемники и без попыток сделать чего-то своего. Пока вы будете закрывать комментарии в своей группе, когда аудитория чем-то недовольна. Пока за одну ночь вы выпускаете по нескольку девайсов, полностью забив на их качество. Только когда вы начнете прислушиваться к своей аудитории, тогда я опять поменяю мнение, что не все уж так плохо с Ордор Гейминг, как на данный момент. Спасибо, что вместе со мной сдавали ИГ по Ордор Геймингу. Покупайте только лучшие девайсы и оставайтесь такими же классными. Пока.